Невы сжаты, рощи голы, от воды туман до сырости, Колесом за синие горы солнце красное скатилось. Дремлет взрытая дорога, ей сегодня примечталось, Что совсем, совсем немного ждать седой зимы осталось. Ах и сам я в чаще звонкой увидал вчера в тумане Рыжий месяц с жеребенком запрягался в наши сани. Здравствуйте, люди добрые! Я рад вас приветствовать, сидя в уютном кресле посредине реки. И, конечно же, сейчас расскажу вам все по порядку, Как я очутился в таком замечательном положении. Сегодня у нас 31 октября. А это значит не только последний день месяца, Но и последний день осени. Ноябрь у нас на Урале, а это месяц зимний. И вот пока мы сюда ехали, по пути проезжали такую болотинку, Озерцо мелкое, в котором люди ловят ротана. Так они уже ловят его пользу. Уже сегодня я не удивлюсь, Что по области много таких мест, Где сегодня люди откроют подлёдный сезон подлёдной ловли. Но! А мне вот посчастливилось сегодня Ещё немножко Побулькать веслом. А дело-то было так. Я давно уже хотел Где-то найти герморюкзак Для лодки, для байдарки, Чтобы штатную упаковку от байдарки Не брать вообще с собой. Ведь мы, когда Эту упаковку, сумку или рюкзак лодочный Мы его берём только для того, чтобы дойти до реки. Потом мы достаем из этого же рюкзака Мы достаем какую-то герму То есть гермомешок какой-то Который упакован в том числе и этот лодочный рюкзак. И поэтому я поискал-поискал в интернете И все чем-то меня не устраивали И я решил поступить проще и надёжнее Нарисовал то, что мне надо Описал и заказал этот рюкзак Специалистам фирмы TimeTrial И вот они мне сделали этот мой герморюкзак Он сейчас вот у меня сзади за спиной Ну и предложили мне, чтобы не пустой этот рюкзак вести Посылать посылкой И вместе с ним предложили мне протестировать Провести тест драйв Каяк Аргон Икс Который сейчас вот подо мной Замечательный, яркий каяк Из семейства Аргон Это лодки новые Лодки новые они тем, что уже сделаны по новой технологии То есть лодки сварные, а не клеёные У них форма корпуса такая же, как у лодок экшн Отличаются лишь тем, что у них нет надувного дна То есть лодка довольно лёгкая Ну вот этот мой экземпляр, который сейчас подо мной Это его не касается, потому что он специально сделан Видимо из более толстых материалов Тем не менее он весит меньше 10 килограммов При длине 3,350 А это, ребята, хорошо То есть я сегодня его спокойно принёс Ну, по крайней мере, поносил в рюкзаке Походил по лесу, примерился Рюкзак со всем скарбом оказался у меня Значит, не такой уж и тяжёлый 20 килограммов Ого! Ондатра нырнула, что ли? И вот, чтобы его протестировать, этот каяк Пришлось, конечно, подумать, куда поехать И мы поехали в верховье Черемицкого пруда И сейчас вот я поднимаюсь Вот поднялся уже до реки Уже вот здесь течение явно заметно И уже забереги Не так заметны забереги И из-за этих заберегов Я вот уже и весло-то сломал Из-за этого, собственно Пока отламывал Лёд решил поднять льдинку веслом Отломил Ну, вот ставил там палку Сейчас попробуем Где-то приткнуться к берегу Вот ещё где нет льда Где-то приткнуться к берегу Попробую порыбачить И вот, ну, проехал сейчас вот С полкилометра Может быть, чуть больше И чувствую себя в этом каяке Как дома, в общем-то Ничего такого Ничего неожиданного Ничего, тем более, плохого Сказать о нём не могу Вот сейчас Не знаю У меня есть время Я попробую порыбачить В общем-то, конечно Не та погода Чтобы испытывать его Остойчивость Этого каяка Однако Ширина Закрепил Закрепил штатив Всё это пришлось Привязывать клеера В клеерной обвязке Потому что Больше тут никаких Крепежей нет Может быть, оно и не надо Но если вы будете Заказывать подобную лодку Я бы, конечно, Заказал всё-таки Какие-то багажные петли Или какие-то Из стропы петли Или какие-то люверсные полосы Или, значит, эти полукольца Д-кольца Я бы всё-таки попросил Потому что Ну, всё равно Надо что-то это Что-то надо К чему привязываться Не знаю По-моему, он хорошо Подо мной сидит Несмотря на то, что Немного он сдал Когда опустил его на воду Конечно, любая, значит, лодка Давление сбрасывает Только потому, что воздух не остывает Когда мы опускаем Сегодня у нас Хоть и обещали До плюс пяти Что поднимется погода Ну, немножко, походу, ошиблись Синоптики По крайней мере Ну, может, градуса три сейчас есть И, в общем-то, мне всё нравится Мне нравится этот каяк Его не видно К сожалению, он сейчас не видно Я его покажу на берегу Как он выглядит А выглядит он просто огонь Ну, действительно огонь Прямо языки пламени Изображены на нем И вот такую лодку Такой расцветки Явно заметят Если кто-то боится Что его какой-то катер не заметит Эту лодку точно все заметят Это, в общем-то, довольно ярко И очень поднимающее настроение Тем более, когда вокруг Вот такой унылый пейзаж И сейчас немножко я тут покатаюсь Ну, и свои какие-то ощущения Вам расскажу Об этой лодке Хотя, на мой взгляд Вот ничем она Не хуже Не лучше Я не думаю Что она медленнее Это Лодок плоскодонных Конечно Не будем сравнивать С лодками Со штельнями Не думаю Что она медленнее Она стойчивая Потому что Ну, плоскодонка Плоскодонка Вот Единственное Что Всем бы я рекомендовал Кто Значит Вот такие вот лодки Имеет Или хочет приобрести Я бы рекомендовал Все-таки Вот эту палубу Усилить Каким-то Вот как у меня сейчас Слоем изолона То есть Какую-то пенку Купите каремат Купите каремат Замерьте В размер вашей лодки По Ее, значит Контуру Отрежьте У меня был Такой опыт У меня была Очень легкая Тогда еще слова Такого не было Пакрафт Но Тем не менее Лодка Была Ярославская Лодка Называлась Варяг Одна из Вариантов Езя По-моему Это из вариаций Езя И этот Варяг Весил Три с половиной Килограмма Сам корпус Лодки Ну Очень тонким Мне показалось Это Как бы Не Это Неудобным Вот это Днище Тонкое Хотя бы тем Что если я сейчас Пятки туда Опущу Они там Будут Это Отвиснут Под днищем То есть Какая Нафиг Будет Гидродинамика А вот так Вот взял И тогда Как раз Я вот этот Изолон Купил Изолон Десятимиллиметровый Вырезал Палубу Для той Лодки И она До сих пор Где-то у меня Есть Хотя лодка Давно уже Давно уже У меня Лодки нет А вот полоска Осталась Я сейчас Вот ее Сюда Положил Точно так же Вы можете Взять Каремат Вырезать Прямо По этому Каяку В спущенном Виде Выкроить И этот же Каремат Вам пригодится Чтобы спать На берегу Ну и вот Для того Чтобы вот так У вас Была более-менее Жесткая Палуба Вот как-то Так Попробую Рыбачить Как это Получится И Насчет рыбалки Конечно Я знаю Что получится Почему Да потому Что для Рыбацкой Лодки Есть одно Правило Главное Чтобы у вас Локти Заборта Не возили Вот когда вы Сидите В байдарке Где-то там Внизу Очень неудобно Кидать спиннинг Когда приходится Всегда руки Держать на весу А тут На такой высоте Вот у меня Поверхность Фиштрона Выше борта Конечно Я спокойно Буду Кидать И рыбачить И при этом Остойчивости В 950 мм Хватает С лихвой Попробуем Рыбачить Итак Представляю вам Каяк Аргон На берегу Уральской реки Реж Вы посмотрите Это же Не просто Не Аргон Это огонь На сайте Этот каяк Обозначен Как Аргон Х В общем-то Браво Дизайнеры Тайм Триал Очень Очень Впечатляющий Необычный Получился Дизайн Этого Каяка И действительно Он далеко Заметен И его Это Ни с чем Не спутаешь Я даже Специально В цвет Ему Подобрал Весло Сегодня Как оказалось Зря Надо было Брать Старое Из 70-х Салютовское Весло Дело в том Что пока Сейчас Отдалбливал Место Моего Старта Вот этот Причал Пока лед Долбил Весло Сломал Пришлось Уже там Переломилось Там Вставил Уже Палпу Ну Не суть Вот такой Вот Каяк Стандартная Значит Это Классическая Схема Отдельно Надуваются Два баллона Нос и корма Фанельная Банка Устанавливается На Электрос Ликпас И И все В общем-то Баллоны 270 275 Они идут Диаметра Баллона Большие Баллоны Это Наверное Самый Мощный Из Семейства Каяков Аргон Потому что Его Баллоны Выполнены Из ПВХ 850 Грамм На метр А днище Из 950 То есть Это Ну Такой Надежный Могучий Можно Сказать Танк Сейчас Вы Видите Его Вот В стандартном Виде Ну Конечно же Я Сейчас Поставлю Сюда Ну Так Примотаю Багажными Ремнями Сюда Фиштрон И Надеюсь Мне Будет Гораздо Удобнее А вообще Они Эти Ну Наверное В целях Удешевления Все эти Каяки Аргон Идут С Вот С Такой Фанерной Банкой Конечно Это Немножко Покататься Или Порыбачить Можно На таком Сиденье Ну Поход Я бы Никому Не советовал Целый День Елозить На фанерной Банке Без Спинки Это Ребята Довольно Утомительно А вообще Водочка Очень Интересная Вот Так Снарядил Я Каяк Аргон Привязал На Эту Фанерную Банку Привязал Фиштрон Укрепил Свой Герморюкзак Эти Ремни Больше Для Статива Чем Для Всего Либо Тем не менее За эти Ремни Можно Его Поднять И Постелил Туда Полоску Изолона Постелил В качестве Такой Палубы Более Менее Жесткой Ну Что Прошу С Богом Мы С вами Находимся На реке Реш В верховьях Теперь Черемисовского Пруда Бывшего Ну Точнее Как Еще Недавно Вот Здесь Где Сейчас Я Еду Был Пруд Вот Это Все Мелколесье Это Было Дно Пруда А вот Это На этом Острое Прямо Где-то Здесь Раньше Была Мельница Сейчас Я Впервые Здесь После Того Как Размыло Плотину Ну Вот Начал Я Рассказывать Про Водоем А Батарейка Сила Так Вот Еще Недавно Все Это Было Дном Черемисовского Пруда А Вот Там Был Берег Где Вот Этот Лес Был Берег А Пруд Этот Был Построен Как Отстойник Золотодобывающей Компании Урал Золото И Чтобы Их драги Которые Сильно Мутили Воду Ну Посылали Муть Чтобы Они Не Губили Всю Реку Построен Был Вот Этот Водоем Довольно Большой Глубина Достигала 8 метров По-моему 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 На Шеститая Рыбу Ловил И Несколько Лет Назад Эту Плотину Этого Водоема Промыло А Потому Что Просто Уже Компании Той Бесхозную Плотину Промыло И Пруд Уменьшился В размерах Но Не исчез Совсем И Вот Мы Сегодня Сереге Спасибо Мы Пробрались Потихоньку На Ниве Лесными Дорогами Верховья Пруда И Я Вот Сейчас Поднялся И Поднялся Я До Вот Этого Острова Поднялся На этом Замечательном Каяке Аргон Вышел я На берег Не только Чтобы поменять Батарейку Что Просмотреть Вот эту Укладку Это Ничто Иное Как Стена Древняя Стена Здесь Была Мельница Ребята Вон Он Красавчик Аргон Вполне Себе Рыбацкая И Туристская Лодочка Вот Давайте Подойдем Ближе Это Яшма Галима Какая-то Вы Посмотрите Из Этого Камня Из Красной Какой-то Яшмы Была Построена Эта Стена То есть Это А вот Там Кирпичная Кладка Вперемешку Вперемешку Вот С этим Плетником Природным Это Какой Какая Работа Какие-то Тут Конструкции Были Вот Еще Стена Укрепленная Арматурой Тут Все Серьез Квадратная Какая-то Арматура Смотрите Арочное Окно А Ну Так Это Наверное Ж Наверное Сюда Вода Проходила Это Арочное Окно Ну-ка Я Спущусь А нет Тут Тут Оно Не круглое Оно С той Стороны Показалось Мне Что Округлое Ну Пойдемте На остров То есть Когда-то Была Здесь Река Еще До Этого Пруда Здесь Все равно Было Подпружено И Была Мельница То есть Где-то Был Рабочий Канал Возможно Как раз В этом Проеме Который Крутил Колеса Мельничные Да Я В общем-то Никогда Видел Гранит Из Гранитного Плетника У нас Много Чего В городе Настроено Ну Чтобы Вот Прямо Из Яшмы Строили Сюда Теперь Да Можно Проехать Как Еще Не Так Давно Это Было Остров А Сейчас Раньше Тут Лежали Жернова Говорят А Вот Возможно Вот Их Обломки Вот Видите Камень Обработанный Круглый Вот Они Были Жернова Этот Мягкий Это Серпентинит А вот Этот Скорее Всего Что Жернова Вот Такая Вот У меня Сегодня Получилась Незапланированная Экскурсия Вот Прямо Красные Камни Кто Не знает Яшму Поделочный Камень Вполне Если Его Обработать Отполировать Красиво Штука Ну Когда Цветная Обычно Использует Когда Она Пестра Я Хотел Посмотреть Вот Здесь Думал Где Ни Какой Холм Тут Заводь Ну Вот Заводь То Есть Ну Вряд Ли Кто Расширяется Расширяется Уже Вода Начинается Действительно Пруд Может Быть Там Еще Пару Расшвырну Спиннинг Пошвыряем Вот Такая У меня Сегодня Байдар Интересно Конечно Вот Эта Классификация На каяки Байдарки Она Везде У каждого Своя Тайм-триала Вообще Просто Аргун Значит Тон Значит Каяк Ну и ладно Тем более Разницы Существенной В общем-то И нет Вот Такой Вот Даже Сегодня Когда Вот Температура Около Ноля Его Пламенная Расцветка Меня Просто Согревает Ну Сейчас Погрею С веслом Попробую И Наверное Поедем Домой Вряд ли Сегодня Мы Что-то Погибачим Вот Видите Противоположная Стена Тоже Каменная Скорее Всего Что Где-то Вот Здесь Была Река Перекрыта Ну Вот Наверное Вот Как раз Вот Здесь Река Была Перекрыта И Там Шел Какой-то Обводной Канал Который Крутил Рабочие Колеса Интересная Мельница Мельница У нас По реке Довольно Много Было Построено И Практически Везде Какие-то Перекатики Остались То есть Точнее Строили На каких-то Порогах А вот Эта Черемисовская Мельница Вот Таком Виде Сейчас Ну Ладно Пойдем Дальше Обратите Внимание Друзья Вот Я Спокойно Сажусь С воды Ну То есть В воду Зашел На 10 Сантиметра То есть Лодка Лодка Вполне Позволяет Мне Это Так Отряхну Воду Ну Что Поедем Обратно Вниз По течению И Поедем Сейчас Туда Посмотрю Где Этот Прут Уже Превращается В действительно Прут Посмотрю Тот Водоем Который Остался Я Здесь Не бывал Видите Он разделился Леж На две Простойки Приятно Сплавляться Вот По таким Тузским Речкам Потому Что Берега Рядом И Когда Ты Двилишься На Весла То Ты Видишь Что Ты Действительно Двилишься Ну Вот Вы Видите Такие Камни Сверху Серпентиниты Серо Зеленые И Потом Переходят В какие-то Более Темные Как Там Красноватые Коричневые Поеду Дальше Серега Там уже Костер Запалил Замерз Вот Видите В заливах Уже За водях Стоит Лед Хотя Мы Все Еще Не Видели Самого Водоема Здесь Вот В этом Узком Русле Присутствует Какое-то Течение Поэтому Здесь Не замерзло Да и Ветер Ломает Пока Эти Льдины Наверное Которые Я Отправил Еще Один Кривлят Ну Вот Вот он Основной Водоем В старых Берегах Он остался Практически В старом Русле Просто Вода А Уровень Воды Понизился Но Ребята Там же Лед Стоит Вот Так Вот Сейчас Подъеду Поближе Посмотрю На водоеме Это Лед Это Здесь Еще Только Забереги А На водоеме Это Лед Стоит Полностью Закрыт Водоем То есть В безветренную Погоду Он Встал И Скоро Тут Будут Рыбачить Вот Видите Такие Отмели Бобровые Хатки Ну что ж Ветер И течение Упорно Загоняет Меня В Ледяной Тупик В гости К бобрам Вот опять Очередная Хатка На этом Мой маршрут Сегодняшний Пожалуй И Закончен Поеду Обратно Вверх По течению Ну что ж Действительно Прохладно У меня Ноги уже Замерзли В болотниках Хотя У меня Болотники Извела Поеду я Домой Дальше Все равно Дороги Нет И Наверное Пора Подытожить Мои Впечатления Об этом Каяке Ргон Андатра Вот Проплыла В Десяти Метрах А что Хорошая Лодка Батарейки Моих Маленьких Олимпусов Дохнут Один За Другим Одна За Другой Короче Что я Хотел Сказать Продолжил Про Эту Модель Каяк Аргон В Зависимости От Задач Каждый Может Подобрать Себе Этот Аргон По Длине Ведь Они Там Мало Того Что Они Ну Как Бо Эти Лодки Самые Недорогие Но Они Еще Разные По Длине То Есть Вот Если бы Я Выбирал Себе Аргон Для Рыбалки Я бы Вообще Самый Маленький Взял И Из Ткани Потоньше Вы Посмотрите Вот Этот Самый Маленький Аргон Он Сопоставим По Весу С Этими Всеми Пак Каяками И Пак Крафтами И Если Там Весит Меньше Шести Килограммов Ребята Чем Вам Это Не Пак Каяк А Ведь Это По Прежнему Каяк Или Байдар Как Как Не Обзовите Но Все Равно Вы Будете Ехать Вперед Лицом И С Байдар Семь Веслом И Вполне Себе Сплавная Лодка Вполне Себе Лодочка Для Туризма В целом Огромное Спасибо За Предоставленную Возможность Мне Вот Так Завершить Прям Под Занавис Навигации Завершить Сезон Прям Вот Так Во Льдах Если Честно Я Вообще Впервые На Байдарке Катаюсь Как То В Это Время Уже Совсем Другие Забавы Другие Планы Уже Готовим Ледобуры И Вот Сегодня У меня Такая Удача Благодаря Фирме Тайм Триал Мне Вот Так Повезло Познакомиться С Черемисским Прудом С тем Что От него Осталось Покататься Познакомиться И Познакомить Вас С Этой Замечательной Лодкой Аргон Икс Вот Холодно Холодно Гляну Вот Так Вот На нос Этого Аргона И Все Опять Теплее Психологически Та Оно Согревает Когда Вы Видите Не Серое Небо И Лед Рядом С С С А Вот Так Костер А Вот Так Выглядит Этот Каяк Аргон В Сложенном Состоянии Вполне Такая Упаковочка Ну Что Ж Друзья Осенний День Короток А Последний День Осени Тем Более И Вот Уже Смеркается В Чем То Хоть Мы Ничего Не Поймали Ну Подышали Еще Раз Этим Летним Или Осенним Воздухом Сосновым Посмотрели На реку Ее Обитателей Видели Много Бобров Рядом С нами Бегали Черные Норки Плавали Ондатры И Все Это Хорошо Ну А Что Касается Этого Рюкзака Который Мне сделали В фирме Тайм Триал То Я Настоятельно Рекомендую Всем Туристам Водникам Такую Вот Штуковину Мне Он Очень Нравится Вот Такой Получился У меня Сегодня Замечательный Тест Драйв Чем Я Очень Доволен За Всем Прощаюсь Всего Вам Доброго До Новых Встреч И До Новых Дорог